Всем привет, друзья! Меня зовут Антон, и, наконец, мы с вами изучили все необходимое для того, чтобы легко и влажно войти в изучение OpenGL. В этом видео вы узнаете, как создать базовый проект OpenGL в среде CodeBlocks, а также я расскажу, как он работает. Кроме того, мы запустим нашу программу в Visual Studio. Ссылки на уроки, необходимые для понимания данного материала, будут в описании. Итак, погнали! Для того, чтобы создать проект OpenGL с уже написанным базовым кодом, жмем File, New, Project и выбираем 2D 3D Graphics. После чего тыкаем OpenGL Project и нажимаем ОК. Обзываем наш проект, жмем Next и Finish. Открываем файлик и видим код нашей программы. Давайте запустим и видим наше окно, в котором вращается треугольник. Для тех, кто кодит в Visual Studio, необходимо добавить еще одну строчку. Запускаем и снова все работает. Перенесемся на 80-ю строчку и начнем разбирать код. Сегодня мы разберем только вот этот кусок. Собственно, в нем и происходит само рисование. Первая процедура GL Clear Color. Она задает цвет очистки экрана. Первые три параметра это составляющие цвета. Красный, зеленый и синий. Четвертый параметр пока не используем. Каждый входной параметр имеет тип float. Но цвета можно задавать только значениями от 0 до 1. Буквка F после числа говорит о том, что это число имеет тип float. Давайте сделаем фон светло-зеленым. Запускаем. И видим новый цвет фона. Команда GL Clear выполняет очищение экрана. GL Color Buffer Bit означает, что мы очищаем только цвет экрана. О том, что у экрана есть кроме цвета, мы узнаем в следующих уроках. Для вывода изображения в OpenGL используются матрицы преобразования. Они определяют положение изображения, размеры и углы поворота. Процедура GL Push Matrix сохраняет текущую матрицу в стэк. Позже, после изменения матрицы, мы сможем снова загрузить ее обратно из стэка. GL Rotate F это одна из трех процедур преобразования матриц. Данная процедура поворачивает изображение вдоль указанной оси на заданный угол. Первый параметр это угол в градусах. Остальные три параметра указывают вдоль каких осей необходимо вращать изображение. X, Y или Z. На данный момент изображение вращается вдоль оси Z. Давайте вращать его вдоль оси X. Запускаем. И видим, что треугольник вращается вдоль оси X. Если эту процедуру убрать, то наш треугольник не будет поворачиваться, так как матрица преобразования не изменяется. Запускаем. И видим, что треугольник не движется. Процедура GL Begin позволяет начать отрисовку заданного типа. GL Tangles означает, что мы хотим выводить треугольники, причем по три точки на каждый треугольник. Там много разных вариантов, но пока остановимся на этом. GL Color 3F задает цвет точки. Входные параметры это составляющие цвета. Красный, зеленый и синий. Они, как и раньше, могут принимать значения от 0 до 1. Процедура GL Vertex 2F задает одну из точек каждого треугольника. Входные параметры это координаты X и Y. То есть мы задаем цвет и координаты для каждой из точек треугольника. Обратите внимание, что начало координат находится в центре экрана, а не в левом верхнем углу. Размер всего окна в координатах OpenGL находится по умолчанию в пределах от минус 1 до плюс 1 по всем трем координатам по X, Y и Z. Давайте нарисуем треугольник и сначала координат к правому верхнему углу. Там как раз будет координата 1 по X и 1 по Y. Запускаем. И видим наш новый треугольник. Давайте добавим еще один треугольник, чтобы сделать квадрат. В данном случае мы добавили три новые точки, каждая из которых имеет свой цвет и координаты. Но так как мы рисуем квадрат, то две из трех точек у нас будут совпадать с точками из предыдущего треугольника. Отличаться будет только одна зеленая точка. Запускаем. И видим квадрат, составленный из двух треугольников. После рисования необходимо вызвать процедуру GLEnd. Она говорит о том, что рисование окончено. Как вы помните, перед рисованием мы сохранили текущую матрицу преобразований в стек. Процедура GLPopMatrix извлекает матрицу из стека и устанавливает ее в качестве текущей. При работе с OpenGL мы используем двойную буферизацию. То есть пока один буфер отображается на экране, мы рисуем изображение во втором буфере. Таким образом мы сразу избавляемся от мигания. После завершения рисования нам надо поменять местами оба буфера. Именно это и делает функция SwapBuffers. На вход она получает контекст устройства. В настройке 41 мы создаем наше окно. Как вы помните, 7 и 8 параметр это размеры окна. Давайте сделаем наше окно немножко крупнее. Запускаем. И видим новый размер окна. Остальное пока трогать не будем. А теперь, друзья, домашнее задание. Задание первое. Нарисуйте на экране несколько отдельных треугольников и несколько квадратов. Задание второе. Выполните пункт 1 с помощью генератора случайных чисел. Фигуры при этом должны оставаться на месте. На этом давайте на сегодня закончим. Ссылка на плейлист будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Увидимся в следующих уроках. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok